Валентин, добрый вечер. Подарки подписчикам. Сейчас мы это все с вами обсудим. Всем привет, друзья. Рад вас видеть с возвращением, как говорится, в нашу любимую рубрику, рубрику прямых эфиров, рубрику стримов. Всех рад видеть. Давайте же сделаем перекличку, кто сейчас на связи. Как ваши дела, друзья? Так, сейчас я... Так, что я хочу? Я хочу тоже загрузить сейчас нашу трансляцию, наш эфир с вами, чтобы смотреть ваши комментарии, читать. И сейчас приступим, друзья. Так. Так. Ваш канал. Сейчас я захожу на трансляцию. И будем вместе с вами с возвращением. Здравствуйте, привет, спасибо большое. С возвращением на просторы Ютуба в прямые эфиры. Вас тоже с этим поздравляю, с этим уникальным событием. Так. Так, все есть. Сейчас здесь ставим на паузу. Ну что, друзья, собираемся. На часах уже 19.31. Напоминаю, что нас недавно перевели время в Украине, поэтому... Старому времени, я так понимаю, это 6.30. Сейчас уже 7.30 часов. Уже в 7.30 и еще немножко даже светло на улице. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Людмила, Машенька, Любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех рад видеть. Насморк есть. Есть. Галина, добрый вечер. Сейчас я вам буду все рассказывать, друзья, детально, что же я привез из Арабских Эмиратов. Самое любопытное. Уже, наверное, поняли, что я привез на самом деле. Но сейчас обо всем постепенно буду рассказывать. Анатолий, добрый вечер. Очень приятно. Спасибо большое. С приездом написали. Я тоже ждал уже поскорее бы выйти в прямой эфир к вам. Знаете, тоже у вас давно с вами не общался. Был у нас крайний прямой эфир, который я проводил из Ростельхайма. Прямо из отельного номера. И сейчас, Виктория, обо всем расскажу. Сейчас мы все соберемся по чуть-чуть. Еще давайте три минутки. И будем дальше на эту тему рассказывать. Уля, добрый вечер. Здравствуйте. Все наши, все свои, все наши подписчики. Самые активные, самые яркие, самые комментирующие. Очень приятно, что все здесь на долгожданной трансляции. Вот, друзья, добрый вечер. Голос простужен. Да, Алена, вы правы. Сейчас я обо всем обязательно вам расскажу. Так, документы я вытащил, да? Документы я вытащил. Сейчас их постараюсь забрать. Ага, документы я забрал. Сейчас мы их вернем. Постараемся вернуть. Ага, не верну я документы. Так, ну что, друзья, Запорожье ждет. Супер, отлично. Ну что, друзья, ну приступим к нашему с вами разговору. Что же я привез из Эмиратов? Как настроение? Настроение на самом деле хорошее. Ну, конечно, когда включается камера и у меня начинается прямой эфир, сразу настроение улучшается. Я это вам точно говорю, гарантирую. А вот, что я привез из Эмиратов, друзья? Кто угадает? Давайте вот такую небольшую викторину, без призового фонда. Но просто, вот кто угадает, что я привез из Арабских Эмиратов? Добрый вечер, Раиса, здравствуйте. Рад вас видеть. Напишет кто-то или нет? Кофе, финики. Вот чуть-чуть в другом направлении, друзья. Золото. Ну, золото я когда-то привозил в свое время. Ну, когда в первый или во второй раз ездил в Эмираты, я тогда привозил золото. Ну, скажем так, это не материальная вещь, это не вещь в целом, что я привез. Во-первых, я привез впечатление. Это основное. Ну да, это да. Но самое главное, что я привез, друзья, я привез из Арабских Эмиратов коронавирус. Как бы это ни прискорбно звучало, но сегодня у меня уже какой день. У меня подтвердился диагноз коронавирус. В общем, у меня была небольшая температура. Вот, уже очень, ну, то есть у меня была температура, сейчас я скажу, два дня или три дня. То есть на пятый день после того, как я прилетел, после того, как я прилетел, через четыре или пять дней, у меня поднялась температура. То есть температура у меня поднялась до 37, 37,2, 37,3. Вот. В общем, я там контактировал с людьми, и те люди, которые прилетели в Украину, с которыми я контактировал, они мне написали о том, что у них подтвердили коронавирус и на въезде, в общем, во всех возможных местах. И, понятное дело, что я просто этих людей знаю, я с ними как бы контактировал, общался, вот. И мы там познакомились, скажем так. И я думал, что я не заболею, потому что прошел какой-то период времени. Ну, то есть, но на пятый день, как оно все, знаете, как пишет предписание самых лучших врачей-инфекционистов, на четвертый-пятый день у меня начали появляться симптоматика коронавируса. Ну, как, не совсем коронавирус, а просто была температура 37,2-37,3, ну, невысокая температура. Вот. Я, ну, как бы чувствовал себя нормально, то есть никаких жиропонижающих не принимал, так как температура, в принципе, не критическая. Никакого, то есть на утро я проснулся, и никакого, как бы, ни першения в горле, ничего. Просто вот 37,2 была температура на утро. На протяжении дня она поднялась до 37,4. Я, конечно же, связался со своим доктором по страховке, кстати. И, вы знаете, друзья, у меня, помните, у нас был один из эфиров на тему того, что, как подписать декларацию со своим семейным врачом. У меня до сих пор она была не подписана. Я, знаете, так протестировал этот сервис и нашел врача себе в частную клинику, с которой я подписал контракт, ну, в смысле, декларацию, но подписывал ее, соответственно, удаленно. Есть такая, кстати, возможность без вашего присутствия определиться с врачом и подписать удаленно декларацию. И у меня есть уже врач. Врача я выбрал молодую женщину, девушку, то есть потому что до этого, то есть я консультировался еще с двумя врачами тоже из частных клиник, и, поверьте, мне все три врача мне давали совершенно разные рекомендации. Совершенно. И, вы знаете, я доволен тем, что выбрал молодого врача, молодую врач, которая два или три года у нее опыта работы, семейный врач, терапевт. И, вы знаете, она давала самые адекватные мне рекомендации. Ну, я сейчас все по порядку расскажу. Первое, то есть это была температура, никаких дополнительных симптомов не было. На следующий день у меня уже была температура 37,6-37,9 доходила, то есть выше 37,9 у меня не было температуры. И когда была температура 37,9 в тот день, на следующий день, на второй, то есть я перед сном принял решение выпить какое-то вот типа парацетамол содержащее средство для того, чтобы просто, ну, как бы спать. Но со сном у меня проблем не было, нет и нет сейчас. То есть врач, которая меня ведет, мой декларация, которая меня ведет, полгосударственный врач, она, ну, сказала мне, что у меня легкая форма. В принципе, это было ожидаемо, потому что, ну, у меня, как бы, вы знаете, я уже год пью витамины, и я, как бы, ну, у меня никакой такой яркой симптоматики высокой температуры, которой не сбивалось, не было. То есть после того, как я принял жаропонижающее средство, да, у меня еще, кстати, на третий, на второй, на третий день под вечер особенно усиливались боли в пояснице. То есть я прекрасно понимал, что это не почки, потому что я знаю, что такое болят почки и так далее. То есть это были не почечные колики, это больше было похоже что-то на а-ля радикулитные боли, такие ревматоидные, ревматические боли, а также боль в шее. То есть это были такие, знаете, невралгии больше. То есть мы с врачом потом тоже проконсультировались. Она сказала, да, это действительно симптоматика коронавируса, когда вот такая сильная невралгия. То есть боль в пояснице похожа на радикулитную боль. Ну, это по, скажем так, по описанию врача. И это действительно такая вот проблематика. Мне, конечно, помогал очень сильно спазмолгон. То есть вместо там парацетамола, там всяких вот этих вещей, которые фарвексов, фармацетронов и так далее, я принимал просто на ночь спазмолгон. В принципе, он имеет небольшой, там, скажем, жиропонижающий эффект. Ну и плюс он спазмолитик хороший. Именно мышечную, суставную боль, именно нервные окончания, он это все успокаивает. И вы знаете, я принял на один вечер спазмолгон. На второй я уже даже не принимал этот спазмолгон. У меня вообще, в принципе, боли ушли. И температура на четвертый или на третий день у меня вообще, в принципе, пропала. То есть у меня уже сколько там дней, уже нет температуры. Но по правилам я консультировался тоже с разными врачами. Мне сказали, что нужно все-таки 14 дней. Хоть так как у меня легкая форма, то мне нужно в любом случае 14 дней отсидеть на самоизоляции. То есть потому что по одним, я слышал, знаете, как говорят, то есть одна врач мне сказала, через 4-5 дней после того, как у вас была температура, вы уже можете выходить в люди. Вторая врач сказала, что нет, по протоколу все 14 дней вы должны находиться на самоизоляции. И как бы вот так. Поэтому приходится с этим мириться. Страшные последствия, потеряла волосы. Конечно. То есть я обязательно сдал тест на коронавирус. Я сдавал его тоже по страховой. Ну, как бы у меня страховая покрывает эти все истории. Я сдал непосредственно в Диле, в лаборатории повторно тест. Тест, конечно же, подтвердился. И чем мне понравился тест, который выдает Дила, я же говорю, хотел только что посмотреть документы, где-то их уже сложил. Тем, что там качественный ПЦР-тест, в котором в каждом из образцов указывается количество там PH или как он там обозначается, этого вируса, возбудителя. И, соответственно, от этого количества зависит, какая стадия у вас заболевания. То есть ПЦР-тест указывает конкретно, какая степень у вас заразности, какая степень заболевания. И, да, действительно, COVID страшен своими последствиями. Также во время, после того, как я сдал тест, я сдавал после появления симптомов на четвертый день. Да, то есть это была рекомендация врача, потому что она говорит, что он не всегда показывает непосредственно тест, даже если у вас сегодня температура, может не показать. Ну, я выждал вот эту фазу 3-4 дня, и на 3-4 день я пошел сдавать тест как бы в лабораторию, вот, потому что, ну, записала меня страховая, я пошел на определенное время, вот, и сразу же решил, раз я уже вышел, думаю, раз я уже пришел в лабораторию, а лаборатория принимает только, получается, только COVID больных, то есть в этом не переживайте, то есть такого контакта не было, потому что с 12 часов в данной лаборатории, в которой я там сдавал возле дома, они принимают только COVID больных, то есть те, кто сдает ПЦР-тестирование, там у них отдельный вход, и все нормально в этом смысле. И сдал я тест, конечно же, вечером я получил результат этого теста, понятное дело, что коронавирус подтвердился. Далее, что еще хотел сказать, также, да, я сдал тест, общий анализ крови расширенный, там у них есть такой, который дает 33 показателя. Также я сдал по совету своего врача такой вот панель, которая называется колограмма, там, где есть фибриноген, тромбоцитарное время, ну, все, что связано с кровью, с ее свертываемостью, образованием тромбоцитов, вот эта вся история, а также сдал цирреактивный белок и еще что-то, или все. Ну да, соответственно, все. То есть, пока этих показателей на данном этапе было достаточно. Что хочу сказать, что все анализы на четвертый день были в норме, все показатели, кроме там цирреактивный белок, он был, ну, вообще незначительно, скажем так, он был, вот, потому что его должно быть вообще 0,1, ну, там, до 10 максимум. То есть в эти все рамки, как бы норм референтных значений по тесту я вписался, и в принципе, в принципе, по тестам, ну, по предварительному лабораторному исследованию никаких особых патологий сильнейших не было. Даже и соя у меня в тот момент все было, как бы, в норме. Вот, поэтому, друзья, какой у меня был, скажем так, или какое было лечение? Да, мне советовала сестра, мама, потому что они уже, у нас родственники многие переболели, вот, и муж моей сестры переболел и так далее. В общем, они уже, как бы, знают точно, как бы, что они видели, как они видели, что реально действенно. Ну, конечно же, друзья, в первую очередь, тот день, когда у меня появилась температура утром натощак, я выпил, атаксил. То есть первая задача, действительно, кто-то здесь писал, Уля, кажется, это выписали, о том, что нужно обязательно сделать детоксикацию, максимальный детокс. Важно, как детоксикация происходит. Во-первых, это какие-то энтеросорбенты, это какие-то вещи, которые оболакивают этот вирус и так далее, и выводят все наружу. Это первое. Ну и второе. В день я выпивал в среднем четыре с половиной литра жидкости. То есть я сделал себе, как бы, компот, напиток. То есть мне врачи, оба врача сказали, что ни в коем случае это должны быть не кислые, обязательно не кислые, не сладкие. Ну, понятно, я сахар не ем. То есть это должны быть обязательно не кислые и не сладкие вещи, то есть и не сильно горячие, потому что первая кислота разъедает стенки желудка и нехорошо влияет. В принципе, вы можете заработать гастрит. И это, кстати, одно из тоже таких моментов, потому что пьют ударные дозы витамина С. У людей и так с желудком бывает проблема. И вот люди пьют витамин С, аскорбиновую кислоту, еще пьют ацетилсалициловую кислоту. Это все кислоты, от слова кислота. Соответственно, повреждают стенки желудка. Поэтому я пил узвар, который я делал из домашних, ну, сушеных фруктов. Там был и абрикос. Ну, он был не сильно кислый, он был с натуральным сахаром, он был нормальный. То есть, и я этот, варил себе 4 литра этого узвара утром. И на протяжении дня я его пил, кроме того, что я пил еще и воду в чистом виде. Воду я пил специальную, которая тоже назначается при детоксикации организма. Да, то есть, это вода для регидратации, обязательно, которая выводит токсины из организма. То есть, там специальный состав. И пил я это все на протяжении двух суток. Смотрите, по поводу противовирусных тоже. Одна из врачей, первая, который обратился, которая по страховке у меня, она мне сказала, что вы можете пить, ну, понятное дело, витамины обязательно. Я говорю, я и так их принимаю, у меня полный арсенал, дозировки все знают, спасибо, это да. Она говорит, продолжайте питье и говорит, если вы хотите, можете пить противовирусные. То есть, есть один класс противовирусных, не знаю, приемлемо, неприемлемо название, здесь называть, думаю, не надо, чтобы никакого самолечения с вашей стороны не было. И мне сестра тоже говорила про это противовирусное, и врач говорит, ну, попейте, это противовирусное, хуже вам точно от него не будет. Ну, и как бы для успокоения, в принципе, говорит, мы наблюдаем, что в принципе, кто пьет противовирусные, у них более легкие течения заболевания. На самом деле, вот так. Ну, конечно же, я заказал эти препараты, мне их привезли, я выбрал, там есть украинское производство, не украинское производство. Вот. И также, что еще? А, и все. Я потом проконсультировался уже со своим врачом, с которым я уже подписал декларацию государственную, но это врач не государственный, это частная клиника. И она мне сказала, ни в коем случае не принимать этот препарат. Нет, там препараты не на основе интерферона, там инулин или иммунонулин, ну, там что-то на ин начинается. Вот. И она мне сказала, вы знаете, ни в коем случае не принимайте противовирусные средства сейчас. Объясню, говорит, почему. Потому что ваш организм сейчас борется, и уже, когда вы заболели, смысла противовирусных нет. Вы, наоборот, усугубите состояние тем, что иммунитет будет намного более агрессивным, и он будет уничтожать то, что надо и не надо. То есть, поэтому никаких противовирусных не принимайте. Вы знаете, я принял три таблетки, ну, то есть, один день я принимал его всего лишь, и все, я прекратил прием этих противовирусных средств, до лучших времен их оставил для профилактики, но только не во время уже заболевания. То есть, потом у меня была еще консультация еще с одним врачом тоже по страховке, ну, как бы, я увидел фотографию этого врача, это врач уже, скажем так, ну, постарше, ну, скажем, возраст 45 плюс, 50, вот в таком плюс, ну, скажем, точный возраст, не знаю, она вообще меня ошарашила, то есть, это врач, с которым я пообщался после того, вот мне поставили, а, да, это врач, с которым я пообщался после того, как я получил результат теста на следующий день, вот, и она, знаете, так смело, назначала мне препараты, причем, что у меня нет какой-то, знаете, особой патологии, она мне назначила сразу синупред, ну, синупред это такой еще божеский, божеский препарат, скажем, это гомеопатия, она, ну, вряд ли так сильно навредит организму, хотя, в принципе, я сказал, что у меня просто есть, как это на русском, украинское слово набряк, отечность, вот, отечность слизистой оболочки, то есть, у меня как таковых соплей нет, заложенности носа у меня нет, то есть, это что вы слышите, это просто отечность, то есть, отекла у меня слизистая, но я прекрасно чистую все запахи, вкусы и все остальное, то есть, это определенная заложенность в носе, и все, то есть, она мне сразу бахнула синупред, ну, как бы, назначила, и второе, я говорю, а вы смотрели все анализы, которые я вам там повысилал, ну, она говорит, да, все посмотрела, все прекрасно, а там, что чуть-чуть у меня там цириактивный белок, есть, ну, скажем, то есть, какой-то воспитательный процесс, инфекция, вирус, наверное, это же это там, она даже не посмотрев, какой там уровень этого белка, по сути, он в рамках нормы, ну, он поднялся, понятно, потому что в организме есть, как бы, вирус, ну, как бы, да, и это нормально, то есть, чуть-чуть поднимается некритично, потому что, ну, мне сестра рассказывала, что там бывали случаи, когда у меня там 4 или 3 цириактивный белок, а разрешается, ну, меньше 10, не выше 10, а уже если выше 10, это уже, ну, как бы, нужно насторожиться, у меня всего лишь там 2 или 3 или 4, но не выше 10, я говорю, ну, а вот вы смотрели, ой, я не увидела, говорит, ага, говорит, и тут она меня убила на повал, и она мне говорит, ой, ну, тогда давайте мы вам назначим дексаметазон, друзья, в таблетках на неделю, ну, я молчу, потому что, ну, как бы, я человек, который, вы знаете, разбирается в препаратах, дексаметазон, это гормональное стероидное средство, которое назначает в очень тяжелых течениях коронавирусной болезни, то есть это препарат гормональный, который назначают реально, когда человек чуть ли не задыхается, у которого очень низкая сатурация, и реально тут без него не обойтись, это в очень тяжелых случаях, действительно, но его колют внутри вена, или внутримышечно, как уколы, но он есть и в таблетках, его там колют, ну, там, не сильно много стараются, там, 2-3 дня, 4, ну, там, в зависимости от случая, она мне назначает, слушайтесь, друзья, пить дексаметазон, это препарат, ну, после эфира, почитайте, какие там побочные просто эффекты, вы просто ошалейте, там, такие побочные эффекты, так как это гормональный препарат, его в очень крайних случаях назначают, и не все сразу говорят, что нельзя, лучше это уже, знаете, как красная кнопка, последняя инстанция, и тут мне это врач по телефону, да, назначает дексаметазон, то есть, у меня легкая форма, у меня ничего не беспокоит, ни задышек, ни одышек, никаких проблем, ни горло не болит, у меня просто чуть-чуть заложен нос, никакой температуры, и врач назначает дексаметазон, ну, честно, такое, у меня, двоякое, скажем так, впечатление, я еще раз убедился в том, что лучше все-таки, выбирать себе врача помоложе, поверьте, молодые врачи, они более, скажем так, современные, в плане того, что они смотрят на новые препараты, читают много литературы, и ни в коем случае не лечат вас, лишь бы чем, поэтому, друзья, будьте очень осторожны, пожалуйста, если у вас, не дай бог, коронавирус, друзья, найдите два, а то и три врача, разных, разные мнения, послушайте, узнайте, поинтересуйтесь, потому что, вот эти вот моменты, когда мне врач просто, вот так, с щелчком пальца, назначила неделю пить тексаметазон, ну, это меня повергло в шок, то есть, я здоровый человек, по всем анализам, то есть, кроме того, что, ну, там, у меня вирус, но это вирусная инфекция, это один из видов ОРВИ, скажем так, потому что все, это все под вид ОРВИ, скажем так, это большая группа, и назначать мне сразу гормональный препарат, который, как красная кнопка, назначается тяжело больным, ковидным, которые задыхаются, ну, извините, это не, ну, таких врачей нужно обходить стороной, поэтому, вот, эта ситуация меня научила анализировать, я со всеми врачами проконсультировался, обязательно, и есть еще, кто в Украине живет, я думаю, что в России, в Казахстане тоже есть такое, что есть врачи, которые бесплатно предоставляют консультации, потому что сейчас вот такая пандемия, и врачи как бы объединились, есть куча сайтов новостных, где врачи выставляют свои номера телефонов, есть группы в Фейсбуке, где врачи бесплатно стараются помогать, консультировать больных, в независимости, в каком вы городе находитесь, поэтому, друзья, спрашивайте мнение нескольких врачей, вот, потому что вас могут так налечить, что потом будут проблемы, и как раз таки, Уля, вы здесь мне писали о том, что у вас есть какие-то побочные эффекты после коронавируса, да, действительно, ковид это коварное заболевание, которое имеет огромные побочные эффекты, но, еще один момент, это когда вас лечат такими препаратами, которые эти побочные эффекты тоже возбуждают, что еще, вы мне писали здесь, что нужно пить обязательно диуретические средства, диуретические, это по-простому, это мочегонные средства, да, действительно, кроме того, что я принимал атаксил, то есть, я делал детоксикацию организма, я также принимал много воды и жидкости, а также, действительно, я принимал мочегонные средства, то есть, это на растительной основе, которые выводили из меня этот вирус. Мне врач четко сказала о том, что вирус выводится с помощью почек и мочи, вот, соответственно, как бы так, друзья, тоже диуретические средства, мочегонные, но тут тоже нужно понимать вашу анамнез, нет ли у вас, не дай бог, камней в почках, чтобы, не дай бог, не, знаете, не срушить ваши камни в почках вниз и не получить еще какие-то, не дай бог, осложнения и так далее и тому подобное, поэтому с этим нужно осторожно, с врачом нужно консультироваться, желательно, чтобы у вас врач был, который вас уже знает на протяжении 1-2 года, хотя бы знает вашу историю болезней, чтобы вам, не дай бог, не навредить. Где я подцепил, друзья, действительно, в Эмиратах есть двойное тестирование, все в порядке, то есть я подцепил этот коронавирус, конкретно от, я был контактным лицом, то есть я контактировал с человеком, который потом по приезду, когда пересекается граница, нужно либо отсидеть на самоизоляции по возвращению из Эмиратов, либо сдать ПЦР-тест, и этот человек по приезду, по прилету сдал этот ПЦР-тест, и ему, соответственно, подтвердился коронавирус. Как этот человек этот вирус получил? В моем понимании, все равно перед вылетом мы сдавали тест, при прилете мы сдавали тест, если инкубационный период не показывается на тестах, то, возможно, человек его привез из Украины, потому что мы были небольшое количество дней, то есть у человека на пятый день тоже, ровно на пятый день начали проявляться симптомы, то есть когда человек просто прилетел из Украины, и у него уже началась в самолете какое-то, знаете, лихорадка, поднялась температура, температура, видимо, ну, то есть это не могу как факт ставить, то есть она себя начала плохо чувствовать и так далее, и, соответственно, по прилету сдается обязательно тест, и ей приходит тест, вечером через 4 или 5 часов, там, когда вы сдаете в аэропорту, приходит результат теста, и она говорит о том, что вот я заболела, мы контактировали, вот я тебе сообщаю, вот, я как бы понимаю, что прекрасно себя чувствую, никаких у меня проблем нет, ну, думаю, буду дома сидеть, наблюдаться, хотя, в принципе, мне тоже ничего не показало, как бы никаких симптомов нет, и вы знаете, ровно на четвертый, пятый день у меня тоже эта картина проявилась, но у этого человека, насколько я знаю, немножко более тяжелое течение, заболевание, там было, то есть мы на связи, то есть я интересуюсь, там уже было КТ легких, там уже было поражение какое-то легких, течение заболевания сопровождалось очень сильным токсикозом, то есть это была рвота, и как бы есть моменты по расстройству сна у человека, ну, то есть очень такой, скажем, средней тяжести было, ну, если так можно сказать, то есть, ну, это было нелегкое течение, вот, и, кстати, надо сегодня после эфира за это написать, спросить, как здоровье, вот, на самом деле, друзья, я себя чувствую сейчас прекрасно, никакой температуры, ничего нет, единственное, вот есть вот эта вот заложенность носоглотки, которая чуть-чуть мне мешает, что еще, полоскать нос, полоскал нос легким солевым раствором, значит, полость рта, я полоскал рот, ну, первое, конечно, обязательно, очень часто, водкой, обычной водкой, коньяком, что есть, то есть я полоскал рот водкой, и полоскал нос обязательно, да, ПЦР-тест положительный у меня, и нос полоскал обязательно солевым раствором, что еще из таких основных, ну, обильное питье, а, да, очень часто я менял постельное белье, то есть первые три дня, так вообще каждый день менял постельное белье, то есть проветривал очень часто комнату, причем сквозняки делал, причем вот так прям сильно проветривал в день обязательно, то есть еще важный момент, который мне сказали о том, что должен быть приток свежего воздуха, этот вирус должен выходить, вы должны дышать свежим воздухом, ни в коем случае не этим воздухом, который у вас в квартире, он уже у вас стоит, И он, знаете, пропитан этим ковидом, поэтому нужно обязательно делать проветривание, интенсивное проветривание, чтобы эта зараза поскорее от вас ушла. Так, теперь читаю ваши вопросы, комментарии и так далее. Так, ой, ужас, врачи. Спасибо за информацию, а то все думаешь, что на самом деле с этим коронавирус. Как с рецептом? Ну, рецепты по телефону никто не выписывает, то есть я пытался получить какую-то бумагу о том, чтобы мне поставили диагноз, потому что, к сожалению, тест не является постановкой диагноза, и мне нужен врач хотя бы какой-то поставить диагноз. У меня есть, ну, как бы страховка, и мне нужен как бы, ну, от врача какой-то диагноз. И про продукты расскажу сейчас обязательно. Так, так как же вы могли подцепить? В Эмиратах же двойной тесты, ну, рассказал о том, что, возможно, человек, с которым мы контактировали, привез его из Украины. Поэтому я более чем уверен, что этот вирус или из Украины, или человек там подхватил и уже как бы передал, потому что у меня был контакт только с этим лицом, ну, скажем, там, с несколькими лицами, но конкретно первоисточником этого всего, то есть было именно конкретно это лицо. То вам не просто не повезло с этим врачом. У меня у ребенка педиат 70 с чем-то лет. Очень грамотно и следит за всеми новинками. Всегда советую, что лучше, новые лекарства или старые при определенных заболеваниях. Ну, видите, разные бывают, разные бывают, но все-таки я верю все-таки в тех молодых врачей. Я сам по себе знаю, я молодой специалист, не врач, но я как бы, если я что-то там, знаете, вот в чем-то ориентируюсь, то я стараюсь в этом разобраться. Особенно если уже касается медицины, то тут уже, знаете, нужно досконально в этом всем разбираться, потому что это все-таки жизни людей, и с этим играться нельзя. Так, возможно, еще на родине заразился инкубационный период для недели. Нет, это исключено. У меня не было никаких контактов вообще на родине. Ну, разве что я ходил сдавать ПЦР-тест в лабораторию. Но также мне кажется, что человек, который первый заболел, с которым был контакт, возможно, он этот ковид подцепил, когда сдавала тест. То есть эта девушка. То есть, возможно. Кто приносил продукты? Друзья, у нас есть очень крутой новый сервис в Киеве, который доставляет еду, продукты питания. Я выбираю просто из интернет-магазина, оплачиваю это все онлайн. И в течение 20, они берут 30 минут на доставку. Вы знаете, в течение 25 минут все эти продукты у меня дома. Это так быстро. Я уже так к этому привык. Мне так это нравится. Я просто фанатею от этой службы доставки. Всем очень сильно рекомендую. 25-30 минут. Это просто вау. И причем все собрано, все идеально. Никаких доплат. Все что весовое. Ты, например, выбираешь килограмм бананов. Ну, например, килограмм банан. И там, допустим, они взвешивают. А там, например, 880 грамм. То после того, как они все взвешивают, пробивают по чеку, сумма, например, если вы заплатили там 380 гривен, а бананов там меньше, того там меньше, там весовой какой-то товар, то эта сумма, разница вам сразу же возвращается на карточку обратно. Причем мгновенно, в течение 15 минут, еще до того, как курьер приехал. Потом вам курьер привозит. Это все в пакетах запаковано качественно. И плюс дает вот такую вот расписку, счет, фактуру, где все расписано. Я очень доволен этим сервисом. Причем это просто браво, брависсими. Нет, мы с этим человеком общались уже без маски. Соответственно, да, это какие-то были ужины, обеды. То есть мы сидим, общаемся. То есть, ну, как бы кто в масках кушает? Никто. Ну, соответственно, как бы был контакт непосредственно. Прививаться. Спасибо большое. Выздоровление желаете. У нас пока не прививают такого, как я, возрастом. Даже еще и людей возрастом 50 плюс еще не прививают. Сейчас пока у нас прививают военных, МЧСников, врачей. То есть сейчас только эта волна. Поэтому пока до меня еще не дошло. Карантин дома контролируется или нет? Нет. То есть если вы выявили, вы сами обращаетесь в лабораторию, у вас есть симптоматика. И вы должны честно, как гражданин, отсидеть. Это если бы я пересекал границу, и у меня был, после того, как я пересек границу, сдал тест, и у меня был бы позитивный тест, то тогда бы я сидел на принудительном карантине, потому что эти данные передаются, допустим, сразу же в этот портал. И у вас это приложение установлено при пересечении границы. У меня такого не было. Поэтому тут уже все на, скажем так, совести людей. Остальные, кто еще контактировал? Да, я не один. Причем просто все так получилось, что человек написал, потом мы с этой девушкой на связи, она говорит, ну написала, говорит, написала еще тем, с кем я там тоже контактировала. И ты, говорит, не поверишь, через день одна заболела, через два дня вторая заболела. В общем, я был третий или четвертый, с кем она контактировала. То есть это все люди, которые были в тесном контакте с этим человеком, и все эти люди, они заболели. То есть я самый последний, кто заболел. То есть вот именно поэтому я уверен, что это не я привез из Эмиратов, и не я заразился в самолете. То есть это все просто инкубационный период. Вот у меня более, наверное, расскажем, сильный иммунитет. И этот вирус не давал, иммунитет не давал этому вирусу вообще выйти нанаружу. И вы сами понимаете, температура не выше 38. Это значит, что организм борется, и мой иммунитет его просто поборол, этот вирус. У меня нет никаких, не было таких симптомов. За два-три дня температура не поднималась выше 38, и вирус, в принципе, ушел. Остались остаточные явления, как обычного ОРЗ, ОРВИ, да, то есть это обычное, то есть насморк длится иногда до 7-8 дней. Это нормальное течение насморка. Вот за этим нужно, конечно, тоже следить, промывать носовую полость. Как называется доставка продуктов, просите. Называется Cooker.net.ua. Cooker.net.ua. Там вы увидите карту у них на сайте, где есть регионы доставки, но, в принципе, весь центр и районы, которые возле центральных районов Киева, они все обозначены зеленым. Там, где доставка, гарантируется в течение 30 минут. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки 250 гривен. Это где-то 9 долларов. Ну, как бы, вы понимаете, то есть на 200 гривен легко можно что-то заказать. Плюс очень вкусное там, так как этот сервис, насколько я знаю, основали мясокомбинаты украинские, салтовские, кажется, мясокомбинаты. Это собственники этих комбинатов, мясокомбинатов. Они организовали этот сервис, как новый бизнес. И там все очень свежие есть колбасные изделия, плюс свежее мясо. Я брал там вырезку телячью, очень хорошая, качественная, очень классно завакуумирована, запакована, с датами совсем как не может быть. И очень вкусное мясо. То есть в Киеве с мясом, то есть можно прогадать, нужно знать, где брать. Но я вот попробовал просто взять вот у них и был приятно удивлен. Я сделал прекрасные бифстроганов, очень вкусно, мясо отличное. Так что, в принципе, с сервисом очень-очень доволен. Так, Юлия пишет. Добрый вечер, скорейшего выздоровления. Спасибо. Нужно делать дыхательную гимнастику. Легко очень пить. Инговерин, витамин С. Да, аспирин, кардиомагнил. У меня есть кардиомагнил. Я принимал по одному сердечку ну 5 дней. 4-5 дней, вот так, 6 дней. Вот. Поставьтесь позитивно смотреть на ситуацию прививки. Избежите. Прививку переболевшей нельзя делать. Ну, это все посмотрим. Это еще ко мне очередь не дошла. Насколько я знаю, иммунитет то есть я обязательно сдам на антитела. То есть следующие мои этапы это сделать после шествия именно когда уже 14 дней пройдет. Моя задача сдать тест на антитела. Но, опять же, я еще точно посмотрю когда стоит его сдавать этот тест чтобы действительно ну это потраченное время, силы, энергии, деньги были не зря. То есть чтобы четко уже, конечно же мне показало эти антитела. количество этих антител и по моей информации антитела могут держаться в организме 3-4 до 6 месяцев. Поэтому пока у нас будут уже нас прививать ну, потому что я тоже записался в очередь на прививку то я думаю, что как раз время 6 месяцев и пройдет. И как раз наступит возможность того, что у меня не будет антител к этому вирусу и это будет очень актуально. Особенно накануне зимы. Когда, в принципе, заболеть проще всего. Но мы еще посмотрим. Почему? Потому что сейчас речь идет о новом виде вакцинации вакцинации не классическом, а в виде назальных спреев, которые в Украине тоже должны испытывать совсем скоро. Индийские или китайские, я не помню откуда они, но в Украине будут проводиться клинические исследования, и соответственно, Украина получит одну из первых уже оттестированную, сертифицированную первую партию, так как Украина будет одной из стран, которые будут участвовать в этом тестировании. Также уже я читал о том, что в Израиле уже прошли какие-то тестирования именно спрея. Поэтому если это будет спрей, почему бы и нет? Если он поможет, то это будет шикарно. Так. Да. Так. Здравствуйте всем. Андрей присоединяюсь позднее. Выздоравливай организм. Здоровый, молодой, все будет хорошо. Елена. Все и так хорошо. Все так и будет. Другого точно не должно быть. Как бы я уже выздоравливаю, и все будет прекрасно. Друзья, я причем, что уже навострил лыжи на новую страну, на новую страну, которая принимает туристов. Сейчас я попью водички. Пока не буду раскрывать тайну. Я хочу поддавать все обязательно анализы. Убедиться, что у меня есть антитела. Для того, чтобы, ну, конечно же, при выезде из страны нужно сдавать снова ПЦР-тест, чтобы быть уверенным, что я не куплю тур и не придется эти деньги откладывать. Потом на следующий тур у турагентства не оставлять. Поэтому обязательно перед этим все обследуюсь, узнаю. Тур планирую, хочу. Обязательно в первой половине апреля. Совсем скоро. У нас послезавтра уже 1 апреля. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И я уже отправлюсь в новое путешествие. Новое путешествие будет не менее интересным. Это для меня новая страна, в которой я до сих пор еще не был. Поэтому мне она интересна. Отель будет высокого класса. Пять звезд. Причем, ну, такой солидный отель, достаточно известный в рамках города, столицы. Уже вам куча подсказок я сделал. Вот. Поэтому, друзья, готовимся к новому путешествию. Надеюсь, что путешествие, которое у меня было, вам очень сильно понравилось. Я даже думаю о том, чтобы сделать какой-то эфир более расширенно. возможно, на днях. Так. И Андрей, под видео напишите, пожалуйста, доставку продуктов. Хорошо, Раиса, обязательно. Там еще у меня, может быть, я посмотрю, может, есть промокод на первую доставку. Да, у меня есть вроде промокод минус 10%. Андрей, рано в первой половине апреля ехать, надо будет подождать. Ирина, все будем смотреть, потому что в любом случае я планирую подъездки, как только 14 дней пройдет, я обязательно, ну, еще раз обследуюсь. Я сдам еще биохимию крови, расширенную, чтобы посмотреть, как по состоянию органов моих, все ли в порядке. И что еще, что еще? Ну и посмотрим. Грамотно рассуждение с антителами. До года антитела могут держаться и после прививок практически так же. Не выздоравливайте поскорее и не участвуйте в экспериментах. Я согласен. Нет, ну, я еще не собираюсь ни в каких экспериментах участвовать. Не переживайте, все хорошо. Как вы видите, у меня все, слава богу, в порядке с мыслительным аппаратом. Вот. А что еще хотел сказать по поводу эфира, по поводу информации, которую хотелось бы с вами поделиться? Так. Это все бесплатно по анализам? Нет. Все анализы я сдавал в частные лаборатории, они платные. Частично какие-то анализы, ну, то есть, ПЦР-тест меня компенсирует страховая компания, то есть, я не платил за ПЦР-тест. То есть, это самое дорогое, в принципе. Вот. Ну, а так, в принципе, буду подаваться опять на ПЦР-тестирование, биохимию. Я просто сдаю в лабораториях. То, что компенсируется государством, гарантированно, это какие-то базовые анализы, в принципе. Но, знаете, мне проще заплатить этих 180-200 гривен, чтобы даже этот базовый анализ сдать непосредственно в одной же лаборатории, сразу же, где и все сдают. То есть, во-первых, я уверен в качестве обработки этих анализов и в их лаборатории, то есть, потому что Дила одна из таких лучших лабораторий Украины сейчас на сегодняшний день. И плюс нет необходимости мне ездить в 3-4 точки и сдавать эти анализы. Мне проще приехать уже в одну, пройтись в одну лабораторию, все сдать и быть, скажем так, уверенным в том, что качество обработки анализов, тестов будет на высочайшем уровне. Так, так, ого, когда подхватили. Юля, вы чуть позже подключились, я уже рассказывал об этом, там целая история, так что прокрутите, потом посмотрите, потому что очень долго рассказывать. Так, Виктория, я к вам лаборатория с Неведш, когда испробовал, там сдаватый. Конечно, безвычайно, Виктория, конечно, я пользовался услугами лаборатории Синева и не один раз, но по отзывам врачей, это опять же не мои личные отзывы, ей не совсем все доверяют. Вот, почему-то сейчас такое негласное лидерство среди врачей с многими, которыми я общаюсь, даже с томатологами, со всеми, что лучшие пока что лаборатории ДИЛа на рынке пока нет. Поэтому, ну, это опять же мнение врачей, я не сравнивал анализы, то есть, мне не было какого-то, знаете, то есть, чтобы я посмотрел на анализы, и вот они все три разные, я бы тогда понимал, кто врет, то есть, сдать в три-четыре лаборатории, тогда можно сделать такой эксперимент и проверить, какая лаборатория действительно точна. Во-первых, у всех лабораторий разное оборудование и разные реагенты. Вы даже можете заметить о том, что, если вы не сравнивали, так посравните, что у каждой лаборатории есть своя шкала нормы, потому что эта шкала нормы у всех зависит от их аппаратов и от их реагентов, поэтому они дают свою референтную шкалу, по которой вы должны ориентироваться. Вот, поэтому насчет Cineva не знаю, друзья. сейчас пока тестирую в Диле, мне пока нравится и по качеству сервиса, по обслуживанию, по уровню, как это все у них происходит, потому что я сдавал ПЦР-тесты в другой лаборатории. Да, анализы обязательно можно поставить в электронном виде. Все сейчас у нас в этом смысле работает. Так, да, да, такого же мнения в Харькове сдаю лишь в диагностика плюс. Ну, видите, как, Юля, разные люди, разные мнения, то есть утверждать, что Cineva неточный, я не могу, то есть я не знаю, я не приводил исследований, вот, но если у кого-то есть возможность сравнить, вы можете это сделать и, соответственно, понимать для себя, какая лаборатория для вас более точная. Просто Cineva это лаборатория как и DILA, которые раскрученные, бренды, они большие, у них самая большая сеть, мне кажется, это DILA и Cineva, поэтому они на слуху и врачи направляют, вот, поэтому вот так вот. Так, так вот, какое видео хотел с вами обсудить, хотел в следующий раз, наверное, в один из эфиров, если вам эта тема будет интересна, сделать прямой эфир наша генетика сравнивала, так же получилось. То есть, одинаковые анализы, что в Cineva, что в DILA, правильно? Разницы нет. Или наоборот. Юлия, проясните, очень интересно. И получается, что хочу сделать эфир на тему Рассельхайма, потому что это направление такое интересное, как оказалось, оно раскрылось с такой новой для меня стороны, и я реально в шоке от того, что я узнал, что я увидел, и я готов был бы с вами поделиться, потому что получил много информации за этот период, хоть было 4 дня, но это было очень 4 дня насыщенных, и мне очень понравилось. Так, Андрей, конечно, печально, что ты заболел, все в жизни получается, все в жизни случается, хотелось бы тебя поблагодарить за видео с эмираторами, они супер классные в своем фиореном стиле. Спасибо большое, Алена, Елена, я прошу прощения, очень приятно, мне тоже очень понравилось, возможно, не так получились видео, как мне хотелось бы то, но, знаете, лучше выложить, чем это все держать, и не пойми, когда это все выбрасывать, вылизывать эти видео до невозможности, поэтому как бы решил с вами делиться, чтобы не держать это все в себе. Видно, что болеете, выздоравливаете, тяжко говорить, разные анализы. Нет, не тяжко мне говорить, не очень хорошо, ну, никаких проблем нет, я рассказывал Юле, у меня никаких особо симптомов, была только 2-3 дня температура, чуть-чуть так как бы заблокирован нос был, ну, а так в целом я чувствую себя прекрасно. Какая у тебя медицинская страховка? Я хотел вам показать, я где-то выложил уже свои документы, хотел вам показать эту страховку на 2,5 миллиона долларов, кто знает, кто в теме, кто смотрел мой эфир, но, да, еще по поводу страховок, эта страховка у меня есть, у меня еще была страховка от невыезда дополнительно, и страховка еще, ну, смотрите, в целях рекламы не буду ничего говорить, а то, знаете как, у меня страховка индивидуально просчитана, то есть, мы имеем как бы, смотрите, медицинское страхование для граждан Украины в Украине, в принципе, мало развито, то есть, если оно и есть, то оно очень дорогое, это очень дорогое удовольствие, и с частными лицами вот так просто они не работают, они берут корпоративных клиентов, и они вам могут сказать, что мы можем вас застраховать на медицинское страхование, если вы соберете 6 человек, вот только как вы соберете 6 человек, они, возможно, возьмут в работу и сделают вам медицинскую страховку индивидуальную, то есть, полис, так просто у нас не развито медицинское страхование как продукт, то есть, вы можете купить страховку от COVID, но вы должны понимать о том, что она начнет действовать на 15-й день с момента заключения с вами договора, если вы заболеете на 5-й, на 10-й день, то, к сожалению, эта страховка не к месту будет, она вам не поможет, вот, причем, что эти страховки были когда-то дешевые от коронавируса для граждан Украины, сейчас они стоят немалых денег, я смотрел, там суммы доходят до 3-4 тысяч гривен, поэтому, ну, тут такое, знаете, как рулетка, если вы заболеете раньше, чем наступит действие этого договора, и, как бы, а договор действует, ну, до полугода, до 3-6 месяцев, в зависимости от количества месяцев покрытия страховки, соответственно, изменяется и цена этой страховки, то есть, ну, стоит ли она, игра свечи, непонятно, но компании, которые страхуют своих сотрудников, они просто добавляют это к пакету, и тогда действительно это имеет смысл, потому что тогда выплачиваются компенсации для сотрудника. Также, если бы я стоял на учете, друзья, если бы я не ушел с учета, с центра занятости, я, если бы был на учете в центре занятости, мне бы могли открыть больничный лист, и мне бы могли выплатить компенсацию за больничный. То есть, ну, к сожалению, мне этой компенсации не положено. Да и не надо, главное, не болеть. Спасибо, Агнеса, добрый вечер. И, что еще хотел сказать, сказать по поводу страховки. А, да, друзья, и также, я обращаю ваше внимание, выбирайте обязательно внимательно, внимательно, авиакомпанию. Почему? Потому что, если вы летите в те же Эмираты, компании, FlyDubai, авиакомпании, Air Arabia, который летел я, то внимательно прочитайте ваш билет. В билете написано, что вы застрахованы от коронавируса. То есть, бывали случаи, когда были проблемы с туристами на отдыхе, и не все страховки, которые покупаются, я вам рассказывал про нюансы страховок, что они действуют в очень исключительных случаях, это надо читать очень внимательно договор, то ваша страховка, которая от авиакомпании, она вас реально спасет. Расскажу на своем личном примере, ну, то есть, он, конечно, не совсем применим, эта страховка, но я решил ее протестировать, так как у меня на руках был позитивный результат коронавируса, тест на коронавирус ПЦР на английском языке, то есть, в деле, если вы сдаете, вам нужно обязательно об этом сказать, за это нужно доплатить 80 гривен, и тест будет с переводом на английский язык. Я решил попробовать протестировать эту страховку, которая включена в авиабилет, то есть, это страховка от авиакомпании Air Arabia. Непосредственно по указанным контактным данным по WhatsApp и по электронной почте я связался с этой страховой компанией, отправил все данные, которые они у меня запросили, и, вы знаете, они уже чуть ли не готовы мне были предоставить помощь, но уже когда дошло дело до того, чтобы вызвать мне врача здесь в Украине, в Киеве, они очнулись и поняли, что, в принципе, я уже нахожусь в стране своего гражданства. Если я нахожусь в стране своего гражданства, соответственно, действия страховки, конечно же, не распространяются. Но, тем не менее, страховая компания, которая непосредственно занималась этим случаем, Euroins, Euroassistance, или как она называется, это уже ассистантская компания, которая обслуживает, она находилась в Таиланде. То есть, у меня непосредственно была пересписка с менеджером, который занимался моим страховым кейсом из Таиланда. И покрывала она в случае, то есть, медицинское страхование на 20 тысяч долларов, плюс самоизоляцию, если бы я находился в Дубае, в Эмиратах, в Расселихайме, 50 долларов в сутки за день пребывания. То есть, они бы покрывали это непосредственно, если бы я находился за границей. Плюс еще, конечно же, врачей, лечение и так далее. Но прямых выплат по факту заболевания или компенсации вашего лечения никто не делает. То есть, вы должны обязательно обратиться, сообщить, и они должны предоставить вам помощь, но не финансовую, а медицинскую, в размере, в объеме этой суммы. Вы должны это тоже понимать, друзья. Поэтому, если вы выбираете тур, друзья, из Украины в Эмираты или куда-то еще, если мы говорим про Эмираты, то я просто знаю насчет этих только авиакомпаний, это эмиратские авиакомпании, которые застраховали всех своих туристов, а также там есть еще туристическое страхование, обычное, тоже вроде бы в авиабилете, то важно понимать, что тур с вылетом авиакомпании МАУ, авиакомпании, не знаю, кто еще летает, SkyUp, Дубай, то вы не застрахованы так, как вы застрахованы авиакомпанией Air Arabi или Fly Dubai. Если уж вы рискнули или вы летите за границу, то уже, пожалуйста, берите регулярный рейс и берите, пожалуйста, иностранную авиакомпанию, которое вас хоть как-то страхует. Это иногда очень крутой бонус, который реально выручает. Ну, в данном случае он мне не помог, потому что я заболел, ну, то есть у меня выявилось заболевание на пятый день после того, как я прилетел. Вот. Поэтому, если бы это случилось там, то вы бы уже могли рассчитывать на какую-то помощь. Знаете об этом, имейте это в виду, это очень крутая штука. Об этом мало кто знает, никто не читает авиабилеты. Там это все внизу, мелкий шрифт там прописан. Так. Скорейшего выздоровления. Спасибо, Ксения. Наталья, добрый вечер. Андрей, жаль, что заболели. Выздоравливаю. Наталья, все хорошо, спасибо огромное. Обязательно я уже выздоравливаю, уже почти здоров. Держу за вас кулачки, чтобы все гладко обошлось. Так немцы говорят, когда переживают за кого-то. Благодарю. Все хорошо, друзья, не переживайте. видите, если бы я себя чувствовал плохо, я бы, конечно же, в прямой эфир не вышел. А как вы видите, я себя чувствую прекрасно, никаких следов заболевания нет, кроме как заложенности в голосе. А так все хорошо. Все хорошо, все прекрасно. Болезнь отступила. Иммунитет у меня сильный. Мы его побороли за 2-3 дня. Этот вирус. Я рад, что у меня была все-таки температура. Объясню, друзья, почему. Потому что температура показывает, что ваш организм борется и иммунитет реагирует на возбудителя. И если есть температура, есть борьба иммунитета, то антитела выработаются, слава Богу, и выработаются в хорошем количестве. Но это мы посмотрим. А если у вас нет температуры или вы сбиваете температуру, друзья, тоже знаете об этом. То есть я тоже с врачами общался, у меня там 3 врача было, кто вначале не был, кто знает, не знает, то я вам говорю. И все врачи говорили, ну то есть некоторые из них, то есть самый адекватный мой врач, она говорила, что ну желательно, конечно, не сбивать температуру, если вы можете это терпеть, и температура не критичная, то есть до 38. Это все об этом знают, да, это субфербальная температура. Соответственно, если вы ее собьете, то от заболевания вы не получите ожидаемых антител. И только антитела вырабатываются, если ваш организм борется, если есть иммунный ответ. И повышение температуры это индикатор того, что ваш организм борется. Да, конечно, если температура повышается 38, выше, тогда уже это надо сбивать, это обязательно и так далее. Я старался не сбивать температуру, то есть я принимал там спазмолитик, но только с целью того, чтобы убрать какую-то боль в пояснице. И то один раз на ночь и так далее. То есть по сути температуру я не сбивал как таковую, парацетамолом сильно не боролся с этим, потому что температура была всегда до 38, не выше 37,9 не поднималась. Знаете об этом, друзья. Поэтому на моем примере мы обязательно посмотрим, какое количество антител выработалось, пройдет время. Я обязательно сделаю, обязательно поделюсь этой информацией. Я думаю, вам будет интересно, ясно, да? То есть вот. И мой подход в лечении. Он, конечно же, не применим ко всем, но как первые шаги в случае есть, у вас это вот определилось и вы предполагаете, что это оно, даже если это не коронавирус, друзья, любой другой вирус, если вы сделаете, примете там энтеросгель, атаксил, уголь активированный, хуже вам от этих точно моментов не будет. То есть только, ну скажем так, вы себя убережете от того, что вирус проникнет глубоко вниз организма. То есть если он у меня здесь был, да, я старался все здесь дезинфицировать, убирать, то чтобы он не пошел ниже в легкие, в энтеральную форму и так далее. Вот. Поэтому вот такие вот, друзья, дела. Выздоравливайте, это самое главное. Андрей, добрый вечер. Выздоравливайте, нам нужны ваши видео. Спасибо. Все желают вам крепкого здоровья. Благодарю. Есть люди, у которых никогда не бывает температуры. Это особенность организма. У меня так. Супер, класс. Андрей, комментарии не все читаете. Давайте закругляться. Ульяна, спасибо вам огромное за ваше предложение. Мы будем потихоньку закругляться. Если есть еще вопросы, задавайте вопросы. Друзья, обязательно на них отвечу. Все, что касается отдыха моего. Да, воду я покупал в аптеке. Да, Раиса, вы задавали этот вопрос, не ответил. Да, это вода специально аптечная. Не буду называть название, чтобы, опять же, не рекламировать. Но, если бы у меня было состояние сильного обезвоживания какого-то, потому что есть такие случаи, когда коронавирус сопровождается сильным обезвоживанием организма, то есть происходит диарея, сильнейшая рвота, тогда можно было бы подключить еще какие-то капельницы, которые помогают восстановить ваш водный баланс, потому что идет сильная потеря воды. Тогда есть такие тоже регидрационные капельницы, которые тоже можно ставить. Соответственно, в них можно добавлять витамин С и так далее. Но это уже такие моменты дальнейшего лечения. Это уже все симптоматически. Самое главное, что мне тоже все сказали врачи, лечение данного заболевания суто симптоматически. Я понимаю, что между нашими странами информационная война. Нам в России говорят, что в Украине проблема с вакцинацией. Не хватает вакцинской женды, это правда. Скажу, как я, то, что я знаю. То есть, я не являюсь первоисточником, но владею информацией. И, знаете, в свое время я должен был работать с министром здравоохранения и с главным санитарным врачом. Я прекрасно понимаю, что хорошо, что я туда не ввязался, в эти все вещи, потому что это были бы бессонные ночи. Вот. Так вот, вакцины есть, просто у нас немножко другая война. У нас была информационная война насчет той вакцины, которую завезли. И многие врачи, то есть те, кто в первую партию попадал в вакцинации, это в основном врачи, работники систем внутренней безопасности, военные, полицейские, МЧСники, просто, ну как сказать, были подвержены информационным атакам по поводу того, что эта вакцина, она вредна для организма. То есть развернулась очень большая информационная война, и эта вакцинация, первый этап, был практически провален. В одной ампуле вакцины, одна ампула, одна вот эта пробирка, как она называется, виаль на английском языке, на латыни виаль, она рассчитана на 10 персон, на 10 человек. Соответственно, если ее вскрывают, ее нужно в один момент исколоть. То есть ее вскрыли, набрали, 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 все, ее должны всем сразу 10 людям исколоть. Соответственно, есть информация о том, что вскрывались эти вакцины, то есть людям делали, но люди не приходили, и не всем 10 людям, как положено, как было рассчитано. Эта вакцина была инъецирована, то есть сейчас я слышал информацию о том, что Астразинека, которая у нас индийская, она, которая первая партия пришла, которая верифицирована, якобы, тоже была в Канаде. сейчас я читал информацию о том, что в Канаде ее запретили вакцинировать людям старше 50-ти из-за угрозы того, что как побочное действие, это тромбоэмболия, это образование тромбов, то есть это побочный эффект, как есть информация, у нас есть уже летальные случаи, неизвестно, ну, то есть это неизвестно, понимаете, вакцина, она такая штука, что непонятно, как она действует, но это одна вакцина, сейчас к нам уже пришла новая партия, эта вакцина была из Индии, которая AstraZeneca, которая Oxford, и сейчас к нам пришла новая партия китайской вакцины, если честно, я к ней испытываю более, скажем так, лояльное у меня к ней отношение, почему, потому что там вирус не такой, то есть там не тот, не та механика создания вакцины, чем то, что было у AstraZeneca, соответственно, там вирус намного менее активирован, он вроде даже уже инактивированный вирус, потому что в AstraZeneca вы получаете небольшую дозу активного вируса в AstraZeneca индийской, то в китайской вы уже получаете инактивированный, он уже деактивированный этот вирус, и каким-то образом, да, то есть эта вакцина работает тоже в организме и вырабатывается антитела. Поэтому к этой вакцине я более предрасположен и тоже читаю информацию о том, что она не такая, не так сильно бьет по организму и более мягко действует. Я знаю, что, например, в Арабских Эмиратах я был, я общался, то есть там есть отели, у которых 80% персонала вакцинировано, те, кто не вакцинированы и те, кто вакцинированы, сдают обязательно ПЦР-тесты раз в неделю, ну, то есть чтобы вы понимали безопасность именно, ну, то, что я знаю по Рассельхайму, и что хочу спросить, а я задал вопрос, какая у вас вакцина? Они говорят, нас, китайская вакцина, то есть Арабские Эмираты воспользовались, используются китайской вакциной у себя, и я думаю, что вряд ли бы они пользовались плохой вакциной. Поэтому, друзья, вот так вот, вакцина у нас есть, но есть определенные волны, и очередность вакцинации. И, к сожалению, Индия уже нам отказала в дополнительных поставках, то есть вот эта AstraZeneca, они сказали, что они нам поставки приостанавливают, а к нам пришла китайская вакцина, как там дальше будет по этой вакцине, непонятно. Вот. Далее, друзья, читаю ваши комментарии. Смотрела израильского врача, он сказал, что надо выпивать два раза в неделю, свежий ли лимонный сок и обработать лимонным соком нос, убивают вирус на входе. Ну, непонятно, Ирина. Вы знаете, та же информация была о том, что нужно пить витамин Д3, да, витамин Д3 он просто спасает от коронавируса, но опять же, витамины, вот такие вот вещи, они хорошо влияют в принципе, на целом ваш весь организм, но то, что они противостоят вирусу, ну, я в это мало верю, причем, что мне врач еще тоже, кстати, сказал, ни в коем случае не полощите нос и растоглотку кислотами никакими, ни лимонными соками, потому что люди обжигают свою слизистую и еще больше ее раздражают, друзья, поэтому никаких кислот в нос ни в коем случае, можно с легким слойливым раствором прополоскать нос, промывать, это да, я полоскал горло, я же говорил рот и ротовую полость водкой, просто, ну, покупной водкой из магазина или коньяком, кто хочет, говорят о том, что можно и вовнутрь даже, если не попадет, ничего страшного, ну, именно в терапевтических дозах, чтобы никаких не было проблем, так, читаю дальше, у меня тоже всегда без температуры, но состояние очень похоже на третий день, потому, потом уже легче, болела полторы недели назад, но тест не делала, и теперь вот в догадках, был ли коронавирус, Татьяна, обязательно сдайте по прошествии какого-то времени, там, чтобы минимум две недели прошло, сдайте обязательно тест на антитела, чтобы быть уверенным, что вы переболели, потому что, ну, чтобы вы понимали, у вас есть к этому вирусу уже иммунный ответ и так далее, просто кто-то не переносит, кто-то переносит березы в легкой форме, а кто-то в более сложной, да, действительно, Леша будет болеть уже в Египте, не знаю, с температурой верно, в России врачи советуют до 38 не сбивать, а в Европе до 38,5, ну, меня так тоже учили в школе, поэтому, так, он уже там, что Крылов болен, сколько стоит вызвать доктора на дом в Киеве, ну, смотрите, доктора на дом я не вызывал, так как у меня ситуация с коронавирусом, то я воспользовался услугами телемедицины, да, то есть, я нахожусь на самоизоляции, не посещаю никакие лечебные учреждения, и вообще, в принципе, не выхожу из дома, потому что я потенциально заразный человек, я на связи с своим врачом, с которым у меня подписана декларация, а также с частными врачами, которые у меня по страховке, и у меня нет необходимости, у меня нет симптоматики, необходимости посещать врача, и это даже не требуется, то есть, даже лучше это не делать, потому что есть люди, которые пожилые, здоровые, которые уже вылечились, да, и так далее, они приходят с другими, возможно, проблемами, вот, сколько стоит, ну, в зависимости, какая, конечно, клиника, по-разному, около 1000 гривен, а давление измерить, давление есть у меня, чем измерить, у меня все это есть, вот, я знаю, что сейчас все обзавелись этими пульсоксиметрами, которые стоят, там, 400-500 гривен, меряю давление, у меня два аппарата, есть один мобильный такой, который на пульс надевается, да, вот такой вот, на запястье, а второй такой классический, тоже автоматический, поэтому я сам себе меряю давление, и все окей, так, вас спасла водка, Уля, не знаю, не знаю, но если бы спасла водка, в смысле того, что, если бы я вообще был не болен, то да, а так я же заболел, так, я знаю, что скорую в Киеве вызвать, если частную, то это порядка 5-6 тысяч гривен, это Добробуд, Борис, то есть 5-6 тысяч гривен, то есть даже в страховых полисах прописано, если вы застрахованы, информация о том, что на экстренную, вызов экстренной помощи, неотложной, заложено обычно 5-6 тысяч гривен, то есть это, ну, в среднем такая цена за вызов частной, скорой помощи. Так, вот, ну что, друзья, если есть еще вопросы, задавайте, обязательно на них отвечу, также, если сейчас не успеете задать вопрос, будете смотреть этот эфир в записи, вы можете сделать внизу, записать комментарий, абстракт на него ответить, в Польше скорая делает экспресс-тест на дому бесплатно. Значит, как в Украине, если бы у меня было подозрение на коронавирус, я был бы неконтактным лицом, и я бы не понимал, что у меня коронавирус, у меня был бы просто ОРВИ, то я бы непосредственно пришел бы к врачу на прием, и она бы мне сделала этот экспресс-тест. Так как это дело тоже в Украине, то есть у всех семейных врачей-терапевтов есть эти экспресс-тесты, и вы знаете, друзья, по отзывам моих знакомых, друзей, эти экспресс-тесты очень точны. Эти тесты берут образец биоматериал из слизистой носа, и точность этого теста, ну, как показывает опыт и практика среди моих знакомых, 99%. Все, что им говорили эти экспресс-тесты на приеме у семейного врача, что у вас, например, коронавирус, или у вас его нет, это действительно потом подтверждалось ПЦР-тестом. Поэтому эти экспресс-тесты очень верные, очень правильные, и сначала у нас в Украине как происходит, вы обращаетесь к семейному врачу, если у вас есть симптомы, если вы уже пришли на прием, они вам делают экспресс-тест, и потом, если экспресс-тест подтверждается, они отправляют вас на государственный ПЦР-тест, на бесплатный. Так работает государственная медицина в Украине сейчас. У меня индивидуальная страховка медицинская, вот, я, знаете, принял решение, мне никто не платит за рекламу, я тут всех рекламирую, тут же службу доставки прорекламировал, и вводу. Какая выборка по экспрессам, в смысле, какая выборка, ну, из шести человек, которым делали экспресс-тестирование на первой стадии, у которых было подозрение на коронавирус, подтвердилось там, у пяти человек экспресс-тест подтвердился, что положительный результат, потом люди сделали ПЦР-тест, их, соответственно, подтвердился, и у одного человека не подтвердился, то есть экспресс-тест, и человек сделал после этого еще и ПЦ, за свой счет, и ПЦР не показал, что у него ковид. Соответственно, эти экспресс-тесты очень точны, если говорить о том, что действительно в Киеве тоже делают экспресс-тест бесплатно. Ну да, это, конечно, делают, я не знаю, где их делают, но я знаю, что делают у семейных врачей. Ну, как бы, не только в Киеве, там мои родные живут не в Киеве, но у них там тоже делают бесплатный экспресс-тест, если у вас есть симптоматика ОРВИ, вот, поэтому сколько стоит страховка? Ну, у меня страховка индивидуальная, она просчитывается индивидуально, это не продукт, который продается на рынке, вот, я вам, если вы недавно проценились, то есть такую страховку делают корпоративным клиентам, или же, если вы собираете группу плюс, шесть плюс человек, тогда вам делают эту страховку, и плюс еще, у меня страховка есть дополнительная, в общем, у меня три страховки было на момент, когда я был вообще в Эмиратах, не, четыре страховки у меня, подождите, одна, вторая, три страховки у меня было на момент, когда я был в Эмиратах, то есть, если бы я заболел в Эмиратах, я мог бы позвонить в одну, вторую и третью, и все три страховых могли бы мне предоставить какую-то услугу, И как бы вот так. И поэтому, ну, смотрите сами, как вам удобнее, как вам комфортнее. Я в начале сезона хотел купить себе страховку от коронавируса. Если бы я ее купил, то у меня была бы еще выплата 10 тысяч гривен по факту постановления диагноза. Там есть страховки, которые по факту госпитализации выдают вам 50 тысяч гривен. Причем они ставят сроки в течение 7 рабочих дней с момента обращения, ну, с фактом коронавируса. Если у вас госпитализировали, у вас тяжелое течение заболевания или у вас выявлена пневмония, выплата 50 тысяч гривен может быть. Ну, то есть все зависит от страховки. Так... Ну, вот в Германии пишите, да? Ну, я вижу, что в Германии. Ну, конечно, в других странах. Я говорю, вот, и вот в Рассельхаме, кто смотрел мои видео, я не знаю, до 31 марта, как раз до завтрашнего дня акция заканчивается. Если вы там пребываете в Рассельхаме более 4-х дней или 3-х дней или сколько там дней, то вам... То вам дают ваучер на бесплатную страховку. Я сейчас, кстати, подождите секундочку, друзья. Я сейчас вам... А, вот. У меня есть этот ваучер. Сейчас я вам покажу. Вот. Рак хоспитал. Вот Рассельхаме. Говермент оф Рассельхаме. Вот так выглядит ваучер. Здесь все расписано. Даже написано на немецком языке, на русском языке и на английском языке. Здесь вот памятка. Так. Что еще? Что еще? Ну, здесь прописываете все свои данные. Значит, в каких местах вы можете сдать? Вы можете сдать 24 на 7 в хоспитал. Рак хоспитал. Это госпиталь Рассельхайма. Также вы можете сдать в торговом центре. Торговый центр Альхамрамол. Друзья, кстати, и еще, если не ошибаюсь, в Монармоле. Монармол. Торговый центр, в котором я был, который я снимал на видео про шопинг. Монармол. Там тоже была зона. Я, к сожалению, не снял это, потому что мне запретили снимать. Я бы вам показал. Там вот такая вот посреди торгового центра. Огромная территория. Которая выделена отдельно. И люди приходят, садятся на стульчик. Между стульчиками очень большое табуретами расстояние. Люди садятся и пересаживаются со стульчика на стульчик, дожидаясь своей очереди. Там у них берут этот ПЦР-тест и все. То есть это все делается бесплатно именно для граждан. Рассельхайма. И вот для непосредственно гостей, которые проживают в этом Эмирате. Поэтому что еще, что еще, что еще. Так, вы тут что-то писали. Андрей, желаю скорейшего выздоровления. По поводу тут был вопрос злого Андрюша. Андрей Голиков. Случайно не бывший злой Андрюша. По манере общения похож. Андрей Голиков, я не знаю, кто это. А, Андрей, это... А, Голиков, это вы вот пишете. Думаю, Андрей Голиков, кто это? Это же вы. Так. Его чего забанили? Это же не у Крылова. Там только сует... Андрюха, молодец. Приятно слушать. По делу все без урня. Спасибо большое, Андрей. Очень приятно. Мой тезка. Андрей, а в очередную страну сколько штук страховок купишь? Смотрите, у меня есть одна страховка, которая у меня на протяжении года. Вот та, которая 2,5 миллиона долларов. Она меня на всю жизнь, как бы на весь период, на год, как минимум, она меня страхует на любую мою поездку за границу. Там написано, краины Шенгену, таинчьей краины. То есть страны Шенгена и другие страны. Соответственно, я застрахован при любой своей поездке этой страховой на 2,5 миллиона долларов. Это конкретно там, что касается медицинского страхования. Там еще есть утеря багажа, отмена путешествий, там 7,5 миллионов долларов. Ой, 7,5 тысяч долларов. Прошу прощения. Хорошая оговорочка, 7,5 миллионов долларов. Вот. И что еще, что еще? Это я вам показал. А, да. И плюс еще страховка, которая идет в турпакете. Она нормальная. И нет, это, конечно, международники. Это не пирамида. Это компания южноафриканская. Вот. Тоже не буду называть в целях того, чтобы не рекламировать какие-то услуги. А то у меня как будто бы все в рекламе. Будто бы мне все заплатили, а я все бесплатно тут рассказываю. Я всех рекламирую. Вот. Так. Какой службой доставки пользуетесь, Светлана? Смотря для какой цели вы спрашиваете. Доставка еды. Ну, именно продуктов питания. Я пользуюсь вот Cooker.net.ua. Я говорил об этом. Раиса у меня спрашивала. Этот вопрос задавала. Мне очень нравится. Это 30 минут. 250 гривен минимальный заказ. Бесплатная доставка. Отдвиж 250 гривен. Плюс я еще вам пропишу, наверное, внизу промоком, который дает вам еще 10% скидку. Так что... Да, но мы в Германии платим в месяц за страховку около 400 евро в месяц. Плюс работодатели 50%. За 600 евро в месяц стоит ожидать приличной медицины. С долей шутки. Для поездок в пандемию 34 евро в год. Ну да, то есть страхование в Германии и в Америке, оно стоит недешево. И 400 евро это достаточно приличная сумма. Также я знаю и в Америке базовая страховка там самая дешевая около 200-300 долларов. Это такая самая захудалая страховка. Вот. Поэтому у нас как бы страховка есть. Кукер. Откуда они возят еду? Кукер это новая компания, которая недавно запустилась на рынке Украины. У них, я так понял, судя по всему, несколько баз по Киеву. У них есть сайт, где вы увидите выбор продуктов. Есть возможность заказать экспресс-доставку. Это когда вы выбираете то, что есть на сайте. Из того, что есть на сайте. И вам в течение 30 минут после того, как вы оплатите заказ, привозят эту еду. Даже я вам скажу так. У меня был такой случай. Я в последний раз, когда делал доставку продуктов, заказал, заказал. Ну и пробую оплатить Apple Pay. И у меня под Apple Pay подали несколько карт. Там Visa, MasterCard и так далее. И попробовал расплатиться карточкой Visa. То есть Apple Pay, даже не вводя номер, можно так сделать через Google Pay или Apple Pay оплатить. И почему-то карта Visa не проходила верификацию. То есть мне не приходил код подтверждения, соответственно, не проходила оплата. Но заказ был отправлен. И вы знаете, что я еще не успел там решить свой вопрос, попробовать с другой картой оплатить. Как мне уже написали, что заказ подтвержден. Мне уже отзвонили, что мы вам уже собрали. Мы не получили вашу оплату. Я говорю, сейчас там пару секунд, оно придет, потому что там была у меня проблема. Я говорю, у меня что-то карта Visa не проходила оплата. Там деньги есть и все окей. Он говорит, у нас да, да, действительно бывает. Visa не срабатывает, этот вот момент верификации. Вот. И я сделал все с банком своим, решил быстро. В общем, все хорошо прошло. И быстренько привезли через 25 минут всю доставку. И еще и промокод. Дали на 10% скидки, поэтому я вам его обязательно сообщу. Внизу под этим видео. И у них есть свои базы по Киеву во всех районах. Соответственно, они могут быстро уже делать доставку в своем районе. И именно поэтому они усправляются в 30 минут. И у них есть свои базы продуктовые. И у них есть набор вот этих продуктов, которые вот есть у них доступны к экспресс-доставке. Соответственно, у них есть этот вот склад на каждой точке. И они могут себе позволить быстро вам доставлять те продукты, которые вы выбрали. Причем там есть даже готовая еда, запаянная в специальных контейнерах. Вы можете выбрать любое меню. Причем стоит оно 72 гривны. Там может быть и котлета, и отбивная, и гарнир, и салат. Это все запаяно по разным вот таким вот секциям. Но за 72 гривны я считаю это прекрасно. Вот. Люди из Европы, что вы сравниваете? Уровень жизни и достатка совсем разный. Ну, Андрей, да, действительно, уровень достатка жизни разный. Конечно, нельзя сравнивать. Но поэтому наша медицина, она другая. Она не совсем такая, как в Германии. И нам еще к этому стремиться и расти. Если бы мы платили под хотя бы 100 долларов ежемесячно, у нас была реально страховая медицина, то тогда, возможно, у нас было бы немножко повыше этот уровень медицины. Поэтому имеем то, что мы имеем сейчас. Так. Так ты уже лояльный клиент. Да-да-да. Есть такое. Скорейшего выздоровления. Спасибо большое, Игорь. Обязательно. Да. Точно, что мы не сравниваем. Но просто действительно, если бы у нас была такая система. Ну, я просто хотел бы, конечно, чтобы у нас такая система была. Ну, например, да. То все бы были бы защищены. И уровень аппаратов, уровень палат, уровень подхода врачей, сервиса был бы намного лучше. Мы к этому стремимся. Мы к этому переходим. Да, друзья, кстати, я эту тему как-то обсуждал. В Клабхаусе тоже была там у нас чат-комната по поводу медицинского страхования. Так вот, у нас модель британского здравоохранения. То есть у нас модель вот точно такая, как в Британии. То есть мы копируем британскую систему здравоохранения. Есть семейный врач, обращение, назначение, электронное. Вот это все. И вы можете выбрать любого врача и так далее. То есть у нас британская система. Да, кстати, и вы знаете, впервые я узнал там, что даже уже система гарантии началась. И уже можно какие-то врачи, ваши семейные врачи могут выписывать на какие-то лекарства. Их уже стало больше, чем когда-то обычно, которые вы бесплатно получаете в аптеке. Да, друзья. И это правда. Это уже начинает работать. Это система медицинских гарантий. Через аптеки это все будет уже отрабатываться. И уже, как бы, мои знакомые, скажем так, близкие люди уже на себе испытали. Никогда до этого в жизни не получали бесплатных лекарств. И получили бесплатные лекарства. Впервые врач выдал через СМС рецепт. И через этот рецепт человек пришел и в аптеке взял бесплатное лекарство, которое никогда не получил. То есть, ну и речь не идет о каких-то заболеваниях по инвалидности, еще что-то, что там должно быть обязательно, там, диабетикам и так далее. Это просто, скажем так, ну, я был в шоке. То есть, что уже мы к этому двигаемся, я был просто в шоке. И я как раз-таки в Клабхаусе общался с одним из людей, которые живут в Лондоне, в Британии. И они рассказывали их систему здравоохранения, как работает вот это все обращение пациента, врача и так далее. И они рассказывали их точь-в-точь. Ну, я рассказывал о том, как у нас сейчас внедряется. И говорят, у вас точно такая же система, как в Британии. И я слышал о том, что действительно мы наследуем британскую систему здравоохранения. Ну, будем надеяться, что мы наследуем хорошую систему здравоохранения. Вот. Ну, мы это посмотрим. Итак. Выздоравливайте. Спасибо. Поздно подключился. Какие эмоции от поездки? Что больше всего понравилось? Сергей, спасибо большое. Очень все понравилось. Особенно мне понравилось, как развивается сам Эмират Рассельхай. Я был в том отеле, где я был раньше, где я был 4-5 лет назад. Декавра Тана Резорт. Вот. Вы знаете, вот бывает, приезжаешь в египетские отели, и там они прям, ну, за 3-4 года они убиваются на нет. То я вам хочу сказать, что когда я приехал в отель, которым я был когда-то, отдыхал, Декавра Тана Резорт, 5-звездочный, я приехал в этот отель, зашел в несколько номеров, зашел в этот ресторан, в котором я кушал, и я увидел, что это все сохранено в первозданном виде. Это все выглядит солидно. Это все не убитое, друзья. Это может говорить об одном. Во-первых, контингент людей. Во-вторых, уровень отеля, который следит за всем, и все тщательно реновирует, реставрирует. Не дожидается вот этих, знаете, когда пройдет год, два, три, четыре, пять, десять, и они все только будут потом менять. То есть все очень на высоком уровне. Мне все очень понравилось. Очень понравилось, конечно, неожиданно для меня было это полет с горы над ущельем на самом длинном зиплайне в мире. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите. Оно есть у меня на канале. Это непередаваемые эмоции. Многие говорят, что после полета, я там уже когда говорил в конце, Андрей, ты такое дрожание в голосе и так далее. Но, друзья, ну это адреналин, и это такой экстрим, который я никогда не испытывал. Мне это очень понравилось. Когда бы еще я побывал на самом длинном зиплайне в мире, да, я решил это все-таки осуществить. Что еще мне понравилось? Ну, конечно же, мне понравились отели. Особенно роскошные отели Валдорф Астория. Отель Дабл Три Бай Хилтон, в котором я остановился, увидел очень много казахстанцев. Казахстанцев очень много, граждан России, все отдыхают в Рассельхайме. Казахстанцев много. Почему? Потому что прямые рейсы запустили из Казахстана. Авиакомпания ИСКАД запустили в Рассельхайм, прямо в аэропорт Рассельхайма. Поэтому это стало очень удобно и доступно для казахстанцев. Друзья, что еще? Очень сильно понравились отели Ридс Карлтон. Ридс Карлтон, который островной, с белыми песками. Невероятно роскошный, красивый отель. Ридс Карлтон, который находится посреди пустыни. Для меня это было такое открытие, друзья. 100 гектаров заповедника. И посреди заповедника просто 101 вилла, которая находится одна от другой настолько далеко. То есть настолько крутой приватный отдых в соединении с природой. Это дикая природа. То, сколько я видел верблюдов, газелей, горных козлов. Реально вот просто это не какие-то заповедники, когда ты там приезжаешь, это все смотришь в каких-то определенных зоопарках. Это просто природа. То есть такого в Дубае вы никогда не увидите. Выйдите за границей отеля, съездите куда-то там еще. То есть я вот ехал на эту ферму жемчужин. Это вообще для меня открытие жемчужинной фермы. То есть и когда там я это все видел, для меня это просто другие Эмираты. Это реально красота пустыни, горы. Это живая дикая природа. Знаете, я почувствовал себя как будто бы Кения, Сафари. Вот это все. Не видел только диких животных, таких, в смысле, хищних. Но в любом случае такое ощущение соединения с природой полное. Потому что если говорить об отдыхе в той же Шарже, или в том же Аджмане, или в том же Тубае, то это другой отдых, это городской отдых, это шоппинг, это впечатление, это все, что создано человеком, невероятного, красивого и так далее. А все, что говорится про Рассельхайм, это природа, это пляжи настоящие, это другое, это совсем другой тип отдыха. Поэтому, друзья, это разные Эмираты. Мы с вами посмотрели совсем другие Эмираты, которые, ну, наверное, вряд ли мало кто, вообще мало кто я вообще такого не видел на просторах Ютуба. Мне очень понравилось, поэтому всем могу рекомендовать новый тип отдыха, новый Эмират Рассельхайм. Обязательно приедьте, обязательно посетите, поживите там. Вам невероятно понравится. Это другой вид отдыха, не городской, не шоппинг, не суетливый. Это очень спокойный, роскошный, размеренный и очень ненастоящий и, как сказать, сближает с природой. Вот такой вот. Это были не совсем экскурсии по отелям. Скажем так, там немножко раз другой был формат. Я, к сожалению, не могу вам там все рассказать по определенным причинам, но факт остается фактом. Я гнался и ехал специально за контентом. Я его получил, мне любезно все показали, мне не пришлось там скитаться по углам и где-то подснимать и так далее. То есть это все была санкционированная съемка, то есть мне разрешили это делать. И это невероятно круто, потому что обычно это бдительные переговоры и так далее. Чипо, ротидай, это в майбутнему вид вид этой краины Певденную Америка. Якщо так, то депп сам и хотели побывать. Ну, честно говоря, пока так далеко не смотрю. Но в ближайшее время планирую, дай бог, все будет хорошо. Новое путешествие. Путешествие в ближайшие зарубежья. В ту страну, в которой я еще не был. Вот. Поэтому пока туда так далеко не смотрю. Пока что здесь. То, что более доступно для нас обычных людей. Недалеко, чтобы долго не лететь. Потому что вы знаете, пять с половиной часов, шесть часов. Реально. Вот вы мне спрашиваете. Андрей, ты вот прилетел? У меня последнее видео, которое по прилету. Ты говорит, какой-то ты уставший. Видимо, ты не хотел возвращаться. Друзья, просто в четыре утра подъем. Накануне нехорошо не выспаться. Плюс шестичасовой перелет. Ну, тяжело, конечно. Поэтому, конечно же, у меня усталый был немного вид. Ну, и плюс четыре дня, друзья, такого интенсивного путешествия. Это, конечно, выматывает. Да, друзья. Давайте будем... Конечно, мы будем обязательно отгадывать страну. Всем будем потихонечку закругляться. Потому что мы уже сейчас пересечем границу в сто минут. Вот у нас такой марафон. Я всем огромную благодарность выражаю за то, что смотрели все мои видео. Всем огромное спасибо за то, что поставили лайк под этим видео. Всем, кто уже поставил. Это очень сильно помогает продвижению. Это очень сильно мотивирует и дает мне возможность дальше двигаться вперед и развивать мой канал. Я постараюсь совершенно быстро стать в строй, восстановить свои силы и отправиться в новое невероятное путешествие. Открыть вам новую страну. Для себя это будет новая страна, так как Эмираты для меня уже изведанные, но и, как оказалось, не совсем. Но и будет новая страна для меня. Я думаю, вам очень понравится. Ждите. Ждите. Будьте на связи. Будем обязательно отгадывать нашу страну. И до новых встреч, друзья. Всем желаю хорошего вечера. Будьте здоровы. Не болейте. Всем лучи и добра. Спасибо огромное за лайки, подписки. До встречи в новых видео. Всем пока.